Практическая психология Как мы понимаем, специалисты так и говорят, что мы живём в эпоху постоянной тревоги. В чём смысл этой самой тревоги? Почему она присутствует у каждого человека? Давайте на неё посмотрим с такой момент, что это эмоциональное состояние, в которое погружён человек. И можно тут сразу, наверное, два отличия сделать тревоги и страха. То есть если тревога не имеет какого-то конкретного предмета, с чем она связана, то страх всегда предметен. Страх всегда «я боюсь высоты», «я боюсь смерти», «я боюсь собак» и ещё чего-то. То тревога, человек написан, что «я чего-то волнуюсь, я не могу объяснить». Вроде бы в целом всё хорошо, но поскольку в политической ситуации во всех странах и все аспекты, которые касаются нашего здоровья, они находятся в нестабильной форме, и человек испытывает тревогу. И тревога проявляется как некий защитный механизм для того, чтобы человек принял какие-то меры, какие-то действия, дабы на неё реагировать. И тревога, она же всегда проявляется очень конкретно соматически, то есть вегетативно. То есть мы испытываем повышенное сердце, у нас получается сердцебиение, да, у нас может даже во рту пересыхать, у нас теряется сон, то есть мы страдаем бессонницей, мы становимся очень суетливыми, такими подвижными, то есть нам хочется чего-то делать, потому что наша нервная система находится в состоянии тревоги, понимая, что что-то не так, ну вроде ничего не происходит, в целом всё так же растут деревья, двигается транспорт, я живу, но факторы информационного потока влияют на нас, что мы понимаем, и наше тело реагирует. В результате тревога как фактор того, что что-то не так тело получает, но не получает подтверждения такого явного, открытого вовне, и поэтому мы находимся сейчас в состоянии повышенной тревоги, и как следствие нам нужно что-то с этим делать, то есть показать организму, да, как с этим справиться, как из этого выйти, то есть нужны некие инструменты, так назовём нашу стрессовую устойчивость, да, как мы можем это перевести в этот момент. И вот такой интересный фактор про стрессоустойчивость, что, в принципе, 30% модели поведения в состоянии тревоги и стресса мы берём от наших родителей, от наших предков. Поэтому если вы хотите посмотреть со стороны, как вы реагируете на определённые ситуации, то вы можете посмотреть на свою маму и папу. И это тоже, в принципе, отчасти и точки вашего развития. То есть получается, что если, например, ваши родители в стрессовой ситуации начинают там панировать, или, наоборот, кто-то ложится и засыпает. Очень спокоен, да. Да, тоже такой вариант возможен. То вы понимаете, что нечто подобное может быть и с вами. Да, да. Хорошо. И если вы видите, что эта модель, она не конструктивна, она не приводит к какой-то результативности. Более того, она может быть разрушительной. И мы можем наблюдать, что люди впадают близким, например, в такие состояния уже паники, да. С паникой рядом какие-то агрессивные моменты, потому что мы уже проговорили, что тело включено, что что-то, что-то не так. Тело у нас возбуждено, оно уже крутит кулачки, да. Но никто не нападает. И в результате, как одно из проявлений, это может быть такая аутоагрессия, ну, может быть, и внешняя агрессия, безусловно, если это продолжается достаточно длительный период времени. 30% мы получаем с вами от того пространства, где мы с вами воспитываемся, то есть это микросреда и макросреда, то есть садики, школы, семья, наше государство, потому что есть моменты, которые влияют на это. А вот все оставшиеся 40% – это то, над чем мы можем поработать, это то, на что мы влияем. То есть 40% наших стрессоустойчивости – это то, как мы себя воспитываем, прокачиваем свой эмоциональный интеллект, работаем со своей психологией, эмоцией, занимаемся собой. 40% – это очень высокое… Получается, что, в принципе, мы можем смело говорить, что с состоянием тревоги мы можем справляться самостоятельно. Да, главное – не допустить это, чтобы это перешло в какие-то проявления, таких как панические атаки, хроническая бессонница. То есть когда это ушло уже в патологию, в хронические аспекты, то справиться самостоятельно мы уже, естественно, не можем. Итак, сейчас везде происходят какие-то изменения, кризисы. Мы интересуемся, если политикой, экономикой, домашними какими-то неурядицами, тема детей, тема своей собственной личной жизни. Всё это сопряжено со стрессом, всё это повод для тревоги. И мы сейчас… Правильно я услышала, что у нас есть тревога. Это нормальное состояние для любого человека. Но есть определённая такая точка невозврата, когда мы говорим, что есть патологическая тревога, её ещё называют неврозоподобная тревога. Вот это уже область как раз специалистов. То есть если вы понимаете, что состояние тревоги мешает вам полноценно жить, если вы правильно сказали, невысыпание, панические атаки, то есть вот эти все проявления, то это мы уже отправляем, ну, говорим, да, несмотря на то, что ты 40% можешь помочь сам себе, но тем не менее вот эти состояния, они показатель того, что надо дойти до психотерапевта или до психолога. До специалиста, да, потому что очень часто панические атаки путают с сердечными приступами, и вот проявления у них очень похожи, это вот одышка, зажатие грудины, дойти до специалиста, и вот, например, если долго вы не спите, то есть сон – это наше восстановление, восстановление наших сил. Если вы уже не спите как минимум месяц по-нормальному, да, крепко, полноценным сном, то это уже звоночек от того, что нужно идти к специалисту, что так оно просто не пройдёт. Да, ещё такие вот маркеры, когда мы понимаем, что нормальная тревога переросла в патологическую тревогу, это, например, когда вы перестали кушать в том количестве, в котором вы раньше кушали, да, вы перестали чувствовать вкус этой самой еды, вы перестали радоваться, ну, раньше там потревожилось, то есть оно как бы раз – отпустило, да, и человеку хорошо. А тут получается, что что бы ни происходило, всё равно вот это состояние постоянной помоги. Да, такая монотонность восприятия любой информации, то есть вне зависимости от её эмоционального окрашивания, человек воспринимает уже очень достаточно монотонно. У него нет этих переключателей, потому что он уже погрузился в это состояние, да, и вот он уже не может выпрыгнуть и увидеть, а, как приятно пахнет букет, пошёл дождь, золотая осень, да, то есть он уже вот в этой линейке находится, и ему уже сложно смещаться вправо-влево восприятие. Лена, а вот состояние тревоги, оно ведь, образно говоря, заразительно, да? Ну, если брать того, что сейчас… Понятно, что не передаётся воздушно-капельным путём. Да, да. Здесь такой момент, что мы живём во время информационных технологий и потока информации, которую мы не можем фильтровать, то есть она отовсюду появляется в нашем сознании и появляется сознание наших детей. И, соответственно, здесь очень чётко мы должны говорить о гигиене, той информации, которую я употребляю. Во-первых, её ограничения, какие каналы я выделяю для себя, как каналы, где это вкусная, полезная, ценная информация, несмотря на то, что она может быть болезненной, потому что там есть какая-то правда, на которую мне сложно смотреть. А какие-то каналы я просто закрываю для себя, не потому что я не хочу это видеть, не хочу это знать, а с точки зрения того, что там есть очень много эмоционального, которое подкручивает твою эмоциональную включённость. То есть токсичное для тебя, как для личности. Да, оно разрушает. И от того, что вы там в течение дня смотрите одну и ту же информацию 10 раз, вы её глубже знать не будете. Повлиять глубже вы на неё тоже не сможете. Соответственно, вот вы знаете, владеете информацией, всё, вот на этом нужно остановиться, не погружаясь. Потому что если мы раз это увидели, да, вы поймите, что если, например, это не происходит с вами здесь и сейчас, а вы видите, что это происходит… Где-то? Да, с кем-то, например, сцена насилия, сцена жестокости, агрессии, то когда мы это видим, наш мозг воспринимает сигнал точно так же, то есть мы являемся соучастниками этого события. То есть у нас точно так же вырабатываются все гормоны, которые вырабатываются у человека, который непосредственно, относительно которого, применяется эта жестокость и сила. Поэтому, вот, например, в нашей профессии специалисты, волонтёры, кто оказывает помощь психологическим людям, которые пострадали в горячих точках, да, они являются соучастниками, хотя по отношению к ним не было совершено никакого насилия, они оказывают только психологическую помощь, они являются пострадавшими, и им тоже оказывается психологическая помощь после того, как они завершат свою работу. Поэтому здесь момент, когда мы смотрим информацию, мы являемся соучастниками. То есть для нашего организма он получает сигнал, он его считывает, и запускается механизм защиты, избегания такой ситуации, хотя вы находитесь не в точке, например, конфликта, да, но организм начинает, он увидел, что так может быть. И тогда, когда вы выходите на улицы города Кирова, где нет этой ситуации, ваш организм избегает этой ситуации. То есть он сканирует все ситуации, как, а, это не та, это не та. Он не воспринимает, какой сегодня чудесный день, светит солнце. То есть затрачивает энергию совсем как бы... На обработку другой информации, что это не так, это не так. То есть он воспринимает информацию из того источника, а он, если вы с него начали утро, эмоционально яркий, потому что вы включились мгновенно. Даже если вам кажется, что вы не включились, то для нашего мозга сигнал получен. И он будет сканировать, по крайней мере, этот текущий день как... И получается, что на самом деле мы настраиваем организм совсем не на те процессы, которые необходимы, да, для повседневной твоей жизни, для состояния развития, роста, там, да. В конце концов, мы все мечтали быть счастливыми. Рады, да, от каждого дня, к чему нас учила, в принципе, Полиана, Эленор Портер, да, учитесь радоваться в каждом дне, да. А тут запустили совсем другую программу, и уже именно туда сливаем, да, всю свою вот эту психологическую и физическую энергию. Хорошо. Вот хотя тревога и может разрушить жизнь человека, но она ведь может быть конструктивной, да? Конечно. И вот здесь мы с вами должны чётко понимать, что конструктивная тревога, правильно ли я услышала, это такой, как бы, этап личной жизни каждого человека, да, она у нас... Вот никто не может сказать, ой, вы знаете, у меня вообще проблем с тревогой нет, да, там, может быть, вы её не столь чувствуете и ощущаете, но это заложено в природе, как бы сказал, да, как бы сказал Фрейд, тревога сыграла решающую роль в жизни человека, научив наших предшественников думать, а также пользоваться символами, орудиями для защиты от врагов, но и в какой-то степени... Защищать себя, чтобы выжить, да. И далее, именно благодаря вот этому состоянию тревоги, да, звоночек такой, раз, у нас запускаются адаптационные механизмы. Итак, что же такое адаптация? Как здорово, что нас наградили, да, этим? Давайте попробуем разобраться в этом. Ну, адаптация такой механизм, который позволяет нам в ситуации, например, стресса, в ситуации тревоги выбрать правильную стратегию поведения, да. Но вот если говорить конкретно про тревогу, то как таковое рацию у нас оно отсутствует. То есть мы действуем спонтанно, мы действуем быстро, мы не обдумываем, лучше ли это вариант, да. И когда вот, например, человек, когда у него впоследствии спрашиваешь, почему так поступил, а я и не думал. Это было первое, что я принял как действие, как решение. Поэтому вот этот компонент, если мы говорим про рациональную, про просчитанную реакцию в стрессовой ситуации, про разумную, да, то это нужно тренировать, это то, с чем нужно работать, да. И вот такой интересный момент, что как раз, когда мы уделяем этому внимание, да, когда мы уделяем этому внимание, например, как кейс, то есть это не в ситуации уже происходит в реальной жизни, да, допустим, мы психолога или психотерапевта, мы разбираем эту ситуацию, вот, есть ситуация X, как бы ты поступил в этой ситуации, какие модели поведения ты бы задействовал, можно даже вот из того алгоритма, который мы с вами разобрали, 30% как бы подействовали твои родители, 30% как бы действовали твои друзья, да, в этом как ближнее окружение, и вот 40% как бы действовал ты, как ты думаешь, да. И вот мы уже получаем многогранную модель, как один человек, видя примеры нескольких окружений, выбирает некую стратегию. И когда между мы проигрываем этот сценарий, у нас возникает положительная нейронная связь, да, и если мы эту положительную стратегию периодически проигрываем в своей голове, то она закрепляется как ведущая, и когда мы попадаем в такую ситуацию, первое, что мы делаем, мы используем эту модель. Но если мы её один раз проговорили, допустим, как действовать в такой-то ситуации, да, например, ну, ты идёшь по тёмной улице, да, и понимаешь, что за тобой есть преследование. Как действовать? Если вы это разложили несколько раз, да, вот эту стратегию, то когда действительно вы попадёте по тёмной улице и что-то произойдёт, вы будете действовать вот этой стратегией правильной, рациональной, которая поможет вам в сложной ситуации. Но если мы это не тренируем, то, соответственно, мы будем действовать спонтанно. И не всегда это будет в наших интересах и в интересах сохранения нашей жизни, к сожалению. Да. Вот смотри, получается, что есть у нас такие стратегии, да, это нам досталось от предков. Бей, беги, замри. Да, вот это то, что у нас включается, ну, как бы уже на уровне прям мгновенно. Здесь вот мы рацию, тут мы не подумали, да, это вот у нас прямо, это когда наши предки спасались от зубов, от когтей, когда им нужно было во что бы то ни стало выжить, да. Но у современного человека, да, то есть уже вроде зубов, когтей нету, да, но тем не менее вот эта тревога лежит уже теперь в сфере немного другой, да. Это, ну, понятно, всё равно, да, опасность выживания, да. Дальше. Это как на меня посмотрит социум, как он ко мне отнесётся. Ну, то есть как бы это такая, знаешь, уже сфера философии, психологии и, может быть, каких-то таких совсем других процессов, да. И вот как раз вот в этой сфере мы сейчас уже можем действовать более осознанно, потому что тут уже нам не приходится бей-беги-замри, да. Здесь вот как раз вот эти копии стратегии, они нам помогают. Да, с одной стороны, да, но с другой стороны, есть такой момент, чтобы вот из них выпрыгнуть. То есть, как правило, человек, у него есть ведущий его стратегию, да. То есть бей-беги-замри, но, например, у одного человека может быть замри. То есть в ситуации, когда для него информация, с которой он не может справиться, шоковая, он может замереть, обездвижен, да. Хотя нужно в этот момент, к примеру, да, там рушится дом, нужно просто бежать. У него этой стратегии нету. То есть у него ведущая, да. Опять-таки вот на уровне вот этой, да. Да, его, вот это получается уже от его предков. То есть мы смотрим здесь 30% той копии стратегии, которая относится уже к его предкам. Он замирает. Он обездвижен, да. И тут уже, конечно, другой момент. Если это в чрезвычайных ситуациях, то там, как правило, работают психологи экстренной помощи МЧС, да. Они оказывают при людям, кто замер, да, если это какой-то момент. Если человек уже в обычной жизни замер, то он столкнётся с теми последствиями, с которыми он столкнётся, да. Но если говорить про вот момент, чтобы он помог себе сам, это начать дышать, услышать своё дыхание. То есть вернуться в тело, чёткий вдох, чёткий выдох. Я иногда работаю с детьми, иногда говорю, у вас есть громкость вашего дыхания. То есть если вы хотите почувствовать, что вы сейчас в балансе и стабилизировать своё эмоциональное состояние, прибавляем громкость и потом убавляем. И когда мы убавляем, мы становимся более ровными, потому что дыхание не такое интенсивное, не такое активное. И как бы ощущение у любого человека, да, что я сейчас продышал эту ситуацию и вернулся в норму. Потому что когда я вернулся в тело, я понял, что я живой, всё, я начал тело чувствовать, начал двигаться и вот вышел из этой стратегии. И, кстати, вот если бы многие знали, вот чему вот, например, некоторые люди там убежали, да, из сложной ситуации, допустим, у мужа взял, захлопнул дверь и убежал, да, в каких-то моментах. Вот это тоже работает стратегия. Стрессовая ситуация. Он понимает, что он что-то сделал не очень хорошее. Он пришёл домой, встречается со стратегией жены, что та-та-та-та-та-та-та-та. Убей. Да, да, и убегает. И получается, что со стороны жены, что он убегает от ситуации, не хочет её разрешать, а это его ведущая стратегия в сложной стрессовой ситуации, к которой у неё до сих пор, там, живут 10 лет, невыстроено отношение. И поэтому, когда вот супружеские пары приходят, и мы обсуждаем какие-то моменты, и когда мы раскладываем вот по этим аспектам, становится очень понятно, что это не просто модель, человеку всё равно, ему это не важно. Это его модель. Когда человек выйдет, потом обратно вернётся, он будет готов коммуницировать. Но в момент, когда эта ситуация происходит, стрессовая, ну, как правило, там, просто, если это пришло, было просто руганье, это, наверное, не тот вариант, более серьёзный, там, когда-то что-то ещё к этому наслоилось, тогда эта стратегия не может быть объяснима женой, да? Но вот как бы момент, чтобы мы понимали... Что здесь стратегии работают, адаптационные даже механизмы. Даже в наших бытовых моментах наших детей, у наших родителей. Мы видим, например, людей, которые постоянно меняют работу, да? Да. Когда сталкиваются с какой-то трудностью, они сразу же переходят на другое. Это тоже же стратегия бегства, да? Да. Беги. Ну, вот хорошо, что нам это всё досталось. Это точно. Если ты это всё понимаешь, осознаёшь, если ты ещё к этим, ну, как бы таким, я бы сказала, первозданным стратегиям добавляешь ещё и осознанное, вновь приобретённое тобой и простроенное, проработанное, да, то тогда уже вот это состояние жизнеустойчивости, да, у тебя прямо-таки растёт не по дням и по часам. Жизнеустойкость, жизнеустойчивость, стрессоустойчивость, она нам дана от рождения? У нас, да, то есть вот модель поведения 30%, мы её берём от родителей. То есть фактически то, как ваши предки, как ваши родители реагировали, какие у них были стратегии, то вы это принимаете фактически за молоком матери, да? Получается, 30% мы уже берём из окружения, когда мы воспитываемся в той среде, где мы родились, да, то есть это уже ближнее окружение, дальнее окружение влияет, да, даже уровень государства. А вот третий уровень, мы говорили, что это на протяжении всей жизни, это та зона личностного роста, над которой мы можем работать. И если раньше, ну, развиваться стрессоустойчивость, да, это важно, и это больше рассматривалось внутри организации, внутри бизнеса, ты должен быть стрессоустойчивым, потому что... Тебе приходится общаться, да. С разными людьми, это касается денег. То сейчас, вот если заметить, последние годы стрессоустойчивость, это давно уже не только про бизнес, это про обычную нашу жизнь повседневную, в которой, к сожалению, это стало необходимым, как хлеб, молоко, продукты питания, которые мы покупаем, а это то, что позволяет нашему организму быть, ну, детокс для нашей психики, да, чистым, быть стабильным, что позволяет нам здорово существовать в этом мире. Вот я совсем недавно в одном чате проводила такое исследование, да, когда задавала вопрос, что вам позволяет оставаться, вот именно на плаву. Да, очень многие женщины ответили, что занятие спортом и общение с арт-объектами. То есть это рисование, это музей, это вот ещё что-то, да. Практически все мужчины сказали, мне очень понравилось, да, кто из мужчин ответил, что они используют дыхательные техники, что это, конечно, бассейн, спортзалы, да, и прогулка по лесу. То есть вот именно эти вещи мы с вами можем использовать, как говорится, без особых глубинных познаний в области психологии, психофизиологии и ещё чего-то. И они доступны, они доступны каждый день. Вопрос уже самоорганизации, своего тайм-менеджмента, да, чтобы я мог позволить себе, например, сходить в бассейн, прогулку, например, с семьёй, дыхательную практику. Это вообще... Абсолютно бесплатно и в любом месте. Бесплатно в любую секунду, да, пока ты идёшь по улице, пока ты там вышел на улицу подышать, там между какими-то встречами. То есть это настолько доступно, вопрос самоорганизации. Насколько я, я понимаю, что хочет такую пилюлю, вот вам эта пилюля, она от всего. И дыша себя не надо заставлять. Да, да. И на спортзал ходить тоже не надо. А здесь как раз мы сейчас живём во время, когда мы должны для себя что-то делать. И во благо себя. Никто, то есть никакие пилюли, вот посмотрите, сколько сейчас уже всяких моментов, там, заболеваний и прочего, мы не можем от всего пить какие-то пилюли. Пилюли, да. Поэтому наша задача регулировать, заниматься собой, обращать своё внимание внутрь себя и уделять на это время. Давай поделись с нами техникой какой-нибудь. Да. Эта техника называется «Заветное место силы». Она очень вкусная, очень простая, и она как раз позволяет нам совершить некое путешествие, которое, например, в данный момент времени вы не можете позволить. Но благодаря тому, что мы здесь заложим положительную стратегию, да, то есть мы достигнем этого заветного места силы, почистимся и заресурсируемся, нам будет хорошо в конце. Итак, мы будем работать с тобой. Да, я клиент. Да, ты клиент, и это очень так будет интересно. Итак, твоя задача сейчас вот в нашем городе представить место, которое тебе нравится больше всего. Либо не в нашем городе, может быть, это в «Баточка мира». Мне нравится вот эта ротонда наша в Александровском парке. Так, отлично, хорошо. Мы сейчас вот образно из этого помещения отправимся к этой ротонде. Твоя задача – выбрать вид транспорта. Вид транспорта может быть любой. То есть это не только в буквальном смысле транспорт, это велосипед, самокат, машина. Поняла, ковёр, самолёт. Прекрасно, вот. Ты погрузилась на ковёр, самолёт и отправилась. Представь, что ты отправляешься и полетишь в эту ротонду. Мне прямо хорошо там, да? Прекрасно. Отслеживать вот такие телесные ощущения, эмоциональные ощущения, да, мышцы. То есть можно про них говорить даже, да? Я представляю, что ковёр яркий, потому что всё сейчас такое уже бесцветное, тусклое. Тусклое, да. Поэтому, как я только погрузилась на этот ковёр-самолёт, мне хорошо. От того, что он такой яркий, уютный, он быстро летит. Поэтому я великолепно долетела до ротонды. Она такая белая вся. И мне кажется, это место, вот именно про ротонду, столько людей там всегда бывает, объединяется. Тёплыми эмоциями, да? Это же место встречи для молодожёных фотографий. Да, влюблённые обнимаются, целуются, воркают, как голубочки, дети там бегают. Ну, то есть для меня вот это действительно место силы. Прекрасно. Сейчас спускаемся с ковра-самолёта в ротонду. Уже ты, Надя, да, в своём образе. Хорошо. Вот сейчас оглянись вокруг, посмотри то, что находится вокруг ротонды, что находится внутри, и найди тот объект, который вот может забрать вот эту накопившуюся усталость, какие-то эмоции, которые тебе вот на текущий момент уже не нужны. То есть, который поможет тебе просто почиститься, как пылесосик возьмёт вот эту информацию. Вот из ротонды видно речку. И мне кажется, река – это уникальное вот такое создание природы, которое может всё забрать и всё унести. В то же время, если тебе хочется что-то, чтобы она дала тебе, она в то же время может что-то тебе дать. Может тебе принести, да. Хорошо. Вот сейчас так образно, как будто бы ты с всего дела это собираешь, вот эту ненужную информацию, и вот ручками туда вот... Отдаёшь, да? Вот эту... Да, чтобы она этот момент... Отпускаешь. Да, отпускаешь. Отлично. Да, то есть хочется почему-то собрать с головы, потому что, мне кажется, очень много вот этого состояния тревоги как раз вот здесь, да. Да, тело, ноги, руки, и я всё это с удовольствием надаю речке. И что самое интересное, что иногда вот в этой работе мы можем даже видеть цвета, мы можем даже видеть какой-то уже образ. То есть мы собрали, и получился какой-то вот там, допустим, колючий ёжик, да, либо, например, какой-то кусочек шерсти или ткани, который вот такой вот в нём весь... Но это будет зависеть у человека от образного мышления, да? От его образного, да, восприятия. Но вот так образно собрать, он всё равно будет понимать, что ему не нужно. Вот отсюда мы забираем всю тревогу и туда. Хорошо. Сейчас снова оглянись и осмотри, какой объект, да, может дать тебе ту энергию, тот источник силы, в котором ты сейчас нуждаешься. Потому что в текущий момент это не обязательно всегда про ясность, ума, там, про спокойствие. Вот сейчас началась рабочая неделя. Что тебе нужно на эту рабочую неделю? Какой источник? Ну вот для меня тоже очень важно, когда вот ты гуляешь иногда, да, вот по этому Александровскому парку. Вот этот звон колоколов церквей, да, они для меня как бы вот как раз вот тот источник, энергии, силы, какого-то света, да, веры, любви и всего этого. И поэтому вот я бы хотела, чтобы сейчас именно там звучали вот именно колокола. Хорошо. И это будет связано с какими тогда эмоциями? Какими эмоциями ты себя наполняешь сейчас? Силы, веры, любви и уверенности в то, что всё будет хорошо. Отлично. Хорошо. И как будто бы сейчас с таким глубоким вдохом и медленным выдохом ты наполняешь себя вот этими звуками, да, ты их будто бы слышишь, потому что ты их действительно реально слышала, да, то есть мы можем пользоваться темным ресурсом, которым ты в реальности слышала, да. И можно сделать так до семи раз, сделать глубокий вдох и глубокий выдох. Отлично. То есть мы, получается, заставляем, ну как, просим клиента вдыхать и представлять, что ты наполняешься как сосуд, да? Да, да, то есть ты сосуд, и ты наполняешься. Отлично. Дальше. Ещё раз осмотрись по территории, где ты находишься, вот, ротонды. Если что-то ещё привлекает твой взгляд, ты можешь от этого тоже взять какую-то информацию. Если тебе достаточно, то ты выбираешь снова вид транспорта, на котором ты хочешь отправиться, в точку, из которой ты начала своё путешествие. Вот здесь бы я, наверное, просто прошлась пешком. Вот смотрите. Потому что, видишь, да, вот состояние такой уже наполненности, да, если бы мне туда хотелось лететь, в это место силы, быстро, да, и стремительно, то здесь бы я хотела себя уже, знаешь, вот, насладиться, да, потому что я нахожусь в ресурсе. Очень часто клиенты меняют вид транспорта после вот этой техники. И это уже является сигналом, насколько быстро ваша психика переключает. Насколько быстро меняется твоё психологическое состояние, да? Вот смотрите, вроде бы, вот сидят такие две сказочницы, да, образно говоря. Но вот эти методики, они работают как с детьми, так и со взрослыми. И они доступны вам. Это я сейчас обращаюсь к нашим слушателям, да, на программу «Практическая психология». Спасибо, Лена, большое за методику. Очень она мне нравится. Буду её применять в практике. Ещё, наверное, да, у нас ещё есть две минутки. Да, 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 да. Мы прибываем в точку, да, с которой мы начали, и выходим с этого, допустим, ты дошла пешком, да, и ты выходишь из этой точки и смотришь на себя со стороны. Со стороны. На себя любимую, красивую, ресурсную. И вот, например, у меня получился некий отрезок, в котором я могу увидеть себя, как трансформировалось моё эмоциональное состояние. По времени это 2-3 минуты. И вот если вы просто хотя бы раз попробуете, ну, взрослые любят практиковать на детях, то есть мы всё, да, пусть, пожалуйста, дети это делают, а потом, может быть, когда-то я. Сделайте на вашем ребёнке. И вы просто увидите, насколько его эмоциональное состояние, например, он пришёл после школы, устал, да, надо там уроки делать, чтобы он переключился, да, поделитесь с ним этой техникой. Включите, да, элемент сказочности, вот этого момента образа. Кстати, пожилые люди настолько любят этот момент, вот этого, этой сказки, этого волшебства, им в жизни этого не хватает. И они настолько быстро эту технику впитывают, и вы увидите своих бабушек и дедушек вот с этими морщинками, сияющими, сияющими, и вот их день будет просто прекрасным. То есть вот эта методика, она работает, в принципе, со всей категорией? С этими возрастными группами, да. Я просто наблюдала сама, как на пожилой семейной паре, они настолько погрузились отчасти в детство, потому что не использовали. Что, любой вид транспорта можно использовать? Я говорю, да, любой. И они вот включились в элемент игру. Всё, то, что ей было нужно. Наше сознание переключилось на другой вид деятельности. Мы выдохнули, стали наслаждаться теми моментами, теми воспоминаниями, которые нам доступны. Плюс ко всему, ресурсировали себя самостоятельно, да? Да, абсолютно. И вышли совсем на другой уровень эмоционального состояния. Да, согласна с тобой. Ну что, давайте... Как жаль, что так быстро у нас летит время. Засчитаю прямо. Познание тревоги – это приключение, которое должен испытывать всякий человек, чтобы не погибнуть либо от того, что он не знает тревогу, либо от того, что тревога его поглотит. Поэтому тот, кто научится тревожиться надлежащим образом, научится самому главному. Это из книги «Понятие тревоги». Сегодня мы говорили про адаптацию в период неопределённости, как справиться с тревогами и страхами. Сегодня у меня в гостях Елена Смирнова. Елена, спасибо тебе большое и за технику, и за интересный рассказ всего происходящего. Желаем всем любви, счастья и душевного спокойствия. Практическая психология.